Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу. Мы продолжаем проходить God of War на уровне сложности Бог Войны. К сожалению, конечно, произошла неприятность, ребята. Вчера я планировал выпустить две серии, но, к сожалению, вторая серия у меня была запортачена. Короче, записал я видео, значит, а потом выясняется, уже ближе к монтажу, да, что видео-то нет. То есть есть только звук, а почему-то видеодорожка у меня отсутствовала. Это какой-то косяк при записи произошел. Это как она пишется в формате MP4, там любая ошибка, короче, и все. И хана видео. Видимо, что-то произошло. В этот раз я поступил умнее. Я, получается, сделал так, чтобы Легато писал сразу футаж в RAW режиме и режиме MP4. То есть у меня, по сути, будет две копии одного видео на всякий случай, да. И, в общем-то, по идее, в этот раз должно все получиться. По сюжету я не продвинулся, как бы в том видео, которое я записывал до этого, да, поэтому не переживайте. Я не знаю, что произойдет. Но я побывал во втором мире и скажу сразу. Туда рано. Туда рано, ребята, идти. И я не буду пока рассказывать. Я пока подержу интригу, скажем так, да. Мы туда двинем, может быть, под конец этой серии. Я просто сразу пошел туда, да, и это была ошибка. Сначала нужно немножечко свой эквип подкачать, буквально чуть-чуть. И я думаю, что с некоторыми моментами я справлюсь. Давайте, что мы сделаем сейчас. Смотрите, я уже подлечился, подойдя к порталу, да. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами отправимся. Я сейчас покажу, куда. На лодочке, смотрите, мы отправимся к каменному водопаду. Мы, короче, с вами прямо сейчас сможем достать до всех сундуков. Там такая хитрая система, на самом деле, как выяснилось. В общем-то, давайте сделаем как. Я буду на месте. Включусь, да. Ну, если, опять же, не будет никаких диалогов по пути. Хорошо. Можно было, конечно, переместиться, чтобы, да, побыстрее все это преодолеть. Но, ладно. Не верится, что Один был мужем Фрейи. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри. Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор, полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стало. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его барабаной. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяния. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить ее кинхейн. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Слушайте, а мне же сюда и надо, да? Я, кстати, вот здесь вот не был. Давайте, наверное, заедем раз по пути. Там вон наверху какой-то портал. Я думаю, почему бы нет, да? Тем более я уже знаю, да, куда нам нужно сейчас и куда не надо ходить, да, раньше времени. Потому что в прошлый раз я из-за этого незнания потерял очень много времени. Все, давайте наверх. И вот, смотрите, вот у нас портал. Портал, только погоди-ка, ну с той стороны же это по-любому тоже можно взорвать, верно? Что это было? Странно. Очень странно. Вот там что-то есть. Ну-ка, погоди. Слышали? Опять. Погоди, давай, наверное, поднимемся. Я пока к порталу лезть не буду. И что в итоге у нас здесь имеется? Погоди. Давай-ка назад. Вот сюда. Угу. Тайнопись, ребята, очередная тайнопись. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. О-о-о-о, охренительно. Понял, понял, понял. Я признаю свою ошибку. Давай назад. Давай аккуратно. Да ты что, прикалываешься, что ли? Ни хрена себе дамаг. Ну, я думаю, что я могу справиться, ребята. Я могу справиться с этим. Давайте еще раз. Да ёб твою за ногу, что за херня? Он постоянно это атака атакует. Что делать с ней? Давайте, ребят, очередная попытка. Может, получится все-таки, ну? Есть! Не-не-не-нифига! Готов второй. С этим давайте разбираться. Ох ты ёб, ни хрена себе. Так, я понял тебя. Аккуратно. Малой, давай. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Продолжаем. Я смогу справиться, ребят. Смогу, если постараюсь. Погоди, а этого же я могу так атаковать? Да, могу. Аккуратно. Хорошо. Аккуратненько, аккуратно. Самое главное, аккуратно. Уйдёк. Чёрт, охренеть. Малой, давай. Давай. Малой, отвлекай. Хорошо, молодец. Давай. Да что такое? Нет, 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 нет. Нет. Беги! Ух ты, ёб. Готов. Они словно вышли из царства Хель. Вот это был бой, ребята. Вот это был бой. Чё-то я аж весь задрожал в момент, когда, ну, начал подпрыгивать вместе с его ударом. Это классно было. Классное ощущение. Блин, мне эта боёвка прям реально, прям, столько адреналина дарит. Вы, блин, представить себе не можете. И мы получили пыль миров. Хорошо. И что-нибудь ещё может быть? Нет, я закрыл 5 из 18 разрывов. Ну, в принципе, эта штука нам в любом случае пригодится. Давай поднимемся сюда и посмотрим, что у нас тут. Но, похоже, у нас там дракон очередной, да, которого можно освободить, верно? Да, очередной дракон. Фафкер. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой. Фафкер? Который из склада Фафкер? Гоп! Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно всё вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим, бедняга? Да, парни? Угу. Это прикольно. Как раз-таки только ушли из святилища... Ой, святилища, господи. Хранилища Фафнера, да? И оказались рядом с Фафнером. Этого, кстати, я не видел, ребят. Я впервые это вижу, правда. Я потом покажу другие места, в которых я уже бывал. Погоди-ка, стоп. У тебя всё в порядке. Один готов. Угу. Как ты вдруг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как паны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобождён. Никто не заслуживает такой кучи. Даже алчный гном дракон. Давай, аккуратно. Да чтоб тебя. Так, хорошо, давай понесеримся. Иди-ка сюда. Готов. Готов. Следующий. Аккуратно. Малой просто спас. Последний момент. Чёрт, аккуратно. Ты заметил. Я заметил. Готов. И этот тоже. Давай аптечку заберём. И поднимемся здесь. Блин, что-то нифига не получается. Почему нельзя подняться? Видимо, сначала нужно разобраться с драконом, да? Только потом я смогу подниматься наверх и лутать сундуки. Хорошо, погнали дальше. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Хм, это забавно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот сейчас надо быть очень осторожным. Вон там есть кристалл, который повышает мне ярость. Ага. Где же ещё один? Где ещё один? Замок. Ой, замок, господи. Печать. Наверное, здесь, да? Вот, да. Ни хрена себе, вы видели? Ёб твою за ногу. Это чё за херня? Так, этот готов? А чё с тем делать-то? Что за фигня? Так, да, атаки проходят. Нужно отвлекать. Нужно, чтобы малой отвлекал. Хорошо, ага. Ага, охренительно. Нет, броня ломается. Броня ломается, ребята. Продолжаем. Это прикольно, реально. Ну, вы противники. Аккуратно. Понял. Аккуратненько, давай сюда. Чёрт, ты серьёзно? Малой, быстрее, быстрее, быстрее. Вот это он даёт. Топор верните. Малой, где малой? Это чё за фигня? Ни хера себе. Это чё такое было? Есть, хорошо получилось. Только это мне не поможет, конечно. Если он меня ударит хоть раз. Как с этим бороться? Не понимаю. Это чё за фигня, ребят? Смотрите. Я не понял. Ну здорово, блин. И чё теперь делать? Аккуратненько. Аккуратненько давай. Аккуратно. Подходим. И давай продолжаем. Готов один. Остался ещё один. Такой же. Давай. Сука, иди сюда. Чёрт. Как же не вовремя-то, блин. Да ёб твою за ногу, блядь. Малой, давай. Блядь, ну заебись. Брат, нет. Ну, сука. Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Я просто не понимаю, блядь. Давай. Берегусь. Да ты чё, охренела? Как так? Откуда ты появилась, сучка? Как я себя исцелю, блядь? О, чёрт. Топор. Готово? Да, вроде готово. Только осталось с этими разобраться. Кристалл вижу с той стороны. Давай, шустрее, шустрее, шустрее. Теперь сюда. Аккуратно, аккуратно, блин. Да ты чё? Понял. Давай уйдём подальше. Чёрт. Ни хрена не в порядке. Давай, драконя. Да что ж такое? Есть один готов? Остался последний. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. Подходи, сука. Тебе легко сказать, держись. Два и три. Сука, серьёзно? Так, я жив, я жив, я жив. Пока что всё нормально. Продолжаем. Раз. Два. Два и три. Продолжай его атаковать, давай. Аккуратненько. Раз. Два. И три. Продолжаем. Тихо, 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 стой. Отвлёкся на малого. Да, отвлёкся, нет, нифига. Есть. Да, да, сдохни ты уже, ёб твою за ногу. Ну, наконец-таки, блин. Капец, как же это тяжело-то, ребята. Как же это тяжело. Давай наверх сбегаем, может, там аптечка есть хотя бы. Потому что, ну, блин, надо срочно подлечиться. Тут, я знаю, сундук вроде как. Да, и тут какая-то легенда, судя по всему. Смотри. Новая метка. Хвост Фафнера. Если вы это читаете, уходите прочь. Вам здесь не место. Это мой овраг. И не вздумайте брать ничего с собой. Вы ещё здесь? Я же сказал, уходите. Это мои сокровища. И вы их не получите. А самое ценное всё равно лежит в хранилище. Но даже не думайте забраться туда. Оно надёжно охраняется. Я об этом позаботился. Оставьте меня в покое. Вы мне не нужны. Мне не нужен никто. И уж точно не нужны глупые сыны Вальди. С речами о том, как опасна жадность. Мне нужно только заглянуть в зеркало ванов, которое я недавно раздобыл, и увидеть, во что превратилась моя кожа. Но даже это мне безразлично. Сокровища дарят мне чувство уюта. Они греют меня изнутри, словно дыхание дракона. Убирайтесь. Фафнер. Давай сюда. А, вот как, да. Можно блокировать, ребят. Можно блокировать. Да что за дела-то, блин. Давай, ломай что-нибудь. Чёрт, нет, да блин. Сука, я так прекрасно шёл. Да что за фигня. Блядь, нужно вбок в этот момент отскакивать. Нет. Блядь, да сука. Короче, я понял, эти стрелы на него лучше действуют. Да, блядь, ну конечно же, да. Отлично, да, замечательно просто, блядь. Давай ещё разок. Лучше, сука, не поднимайся, а. Постой пока там, погрейся, сука. Да я заметил. Сейчас резко отходим, ребят, резко отходим. Давайте. Так, хорошо, ждём. Всё, неплохо. Теперь ты, сучара. Такое ощущение, как будто, блин, одного-того здорового мало, понимаете? Понимаете? Тут, блин, и так проблемы с ним, так они ещё и мелочь подкидывают, мне интересно. На более низком уровне сложности враги мелкие тоже там присутствуют? Чё-то мне кажется, что нифига, да? Да. Это? Малой, добивай его Есть! Путник это один из самых опасных врагов, с которыми мы дрались. Они носят очень прочную броню, сражаются огромными мечами. Кто они такие и чего им от нас нужно? Мама никогда не рассказывала о путниках. Надеюсь, они будут попадаться нам не слишком часто. Но это крутые противники, мне они очень понравились. Блин, они реально как боссы. В таком, конечно, узком пространстве, да, они еще столько, они столько проблем доставляют. Что капец какой-то. Погоди, стой, давай освободим дракошу. Точнее гнома, я даже не знаю. Давай, малой, давай! Вот так, мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Что дали? Блистающая чешуя скованного, редкий предмет чары. Умеренный шанс получить благословение силы рун для совершения рунческой атаки. Просьба дракона выполнена, полет Фафнера. Хорошо, и дали еще слезу дракона и освобожденные драконы один из трех. Сколько их всего? Их всего три, да? Да, их всего три, ребята. Всего три. Ну и больше ничего. Бестиарий обновлен. Фафнер. Когда-то Фафнер был гномом. Одним из сыновей Ивальди, как говорит Мимир. Но он был очень жадным и от этого превратился в дракона. Звучит глупо, но я видел его своими глазами. Он был драконом. Интересно, это больно превращаться из гнома в дракона? И сколько времени это занимает? У меня была целая куча вопросов, но он улетел, прежде чем я успел их задать. Ага, хорошо. Можно, в принципе, я думаю, уходить, да тут мы все собрали, правильно? Ну, вроде да. Подожди-ка, стоп, нет, не все. Нифига не все. Но это в дальнейшем, наверное, мы продвинемся сюда, да, и это все засчитается нам. Хорошо. В таком случае я отправляюсь, ребята, к каменному водопаду, потому что там очень много всяких плюх. Буду на месте, включусь. Кстати, ребят, пока мы далеко не отплыли, смотрите, здесь же тоже что-то есть еще, да? Тут я тоже не был. Давайте, наверное, забежим раз по пути. О, понятно. Пятого уровня. Ты что, охренел, что ли? Да ты, да что ж такое? Давай сделаем вот так. Готов, следующий. Готов. Вдяг, кто там? И это все? Нет, не все. Вот теперь все. Можно, я думаю, подлечиться. Пошли подойдем к кристаллу, ой, к кристаллу, к порталу. Угу, все, назад. Бестярий обновлен. Если в него бросить топор, R2, он замерзнет и упадет на землю. Ага, хорошо. Но что-то я как-то не заметил. Зачем я это использовал, не знаю. Опять же, здесь мы сможем просто подняться на самый верх, да, туда? Угу, хорошо. Значит, пока мы этого делать не будем. Это что у нас такое? Это же не просто так здесь. Это какой-то, это какой-то очередной тролль. Видимо, его нужно пробудить. Погоди, а что у нас вот тут? Слышу кузнеца, кстати. Да, здесь кузнец. Труд завершен, новые рецепты. Ага, ладно. Я могу сделать что угодно. Нагрудная броня. Нагрудник путника. Вот получается, да? Ух ты, какая штука прикольная. Мне нужно два осколка бронепутника. Ага, броня для рук. Тут тоже до хрена всего надо. Хорошо, нужно еще путников убивать. Угу. Ну, штука клевая. Действительно. Да, погоди. Знаешь, что нужно купить? Нужно купить камни воскрешения. Здесь все. И еще я хотел кое-что глянуть. Могу я что-нибудь улучшить? Давайте проверим. Улучшить левиафан не могу. Коготь не могу. Колчан могу, да? Но слишком, подожди, слишком дорого. Броня для рук. Не хватает прочной стали. Броня для бедер. Не хватает. Не хватает. Тут, получается, талисманы. Ну, опять же, она все хуже. В таком случае давайте когуть качнем. Или, подожди, колчан когти. Все. Дальше. Смотрите. У нас тут еще есть опыт, да? 12 тысяч аж. Качаем вот это сразу. И вот это. Здесь все. Потом щит. Давай-ка прокачаем вот эту тему, да? Угу, давайте. Потом это что у нас такое? Смените стойку на мгновение, остановившись. Ага, хорошо, давайте. И вот это, да? Качаем все. Все. Все, больше у меня опыта не хватает. Ладульки. Продолжаем наше путешествие. Здесь можно подняться. Хм. Мы можем подняться еще здесь, но... Давай сначала осмотрим это место, я думаю, да? Есть у нас что-то. Рубленое серебро. Ага. А что там светится? Мы же подобрали там все. А, это, наверное, отражение, да? Погоди, с этой стороны вроде ничего нет. Вроде бы нет. Пошли посмотрим, что у нас выше. Ага. Ага. Чешуйка мирового змея. И здесь, по идее, я могу спуститься. Но, опять же, в то место, где я был, да, к кузнецу. Я не хочу этого делать. Вот здесь зато я могу пройти. Давайте так и поступим. Я, случайно, не по сюжету иду? По-моему, по сюжету. Да, нет? Совет Валькирий. Ух ты. Про Валькирии мне рассказывали. Говорят, лютые боссы. Давайте сходим, посмотрим, что здесь есть интересного. Значит, наверное, все-таки то, где я был, мы оставим уже на следующую серию, ребят. Потому что, на самом деле, не очень хочется идти сразу туда, где я только что был. Пошел немного другим путем все-таки. Ага, еще чешуйка. Здесь есть у нас очередной кристалл. Смотрите. Совет Валькирии. Вот, смотрите, кресло. Тут нет ничего ценного. Это интересно. Получается, 8 тронов, 8 Валькирий. Но мне говорили, что их 9 на самом деле. И что 9 последняя просто на этом уровне сложности почти что неубиваемая. И вроде как, опять же, могу ошибаться, написали мне в личку, что якобы всего один человек на боге войны убил последнюю Валькирию. Не знаю, правда нет. Но, в общем, если это правда, то напишите, ребята. Ну, мне так написали, по крайней мере. Я не проверял. Какой-то француз пишет. Ладно. Значит, мы сюда придем чуть позже, да? Погоди-ка. И что у нас вот тут имеется? Ага, вижу. Не знаю, что мы тут делаем. Пусто. И здесь. Сюда нужна смола. Откуда-то. Нужно где-то ее взять, правильно? Притащить сюда и взорвать. Чтобы открыть сундук. Ничего, ребят. В таком случае, ладно. Пока сюда, видимо, еще рано. Значит, мы идем куда? Мы идем за сундуками, правильно? На каменный водопад. Там еще, по-моему, есть уникальная какая-то штука. Уникальный материал. Который нам очень пригодится. Наверное. Опять же, не знаю. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрея оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость. Даже для Одина. Будто брак с ним не был кары. Фрея обошлась с ним лучше, чем Стоилова. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фреи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе. Он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрея больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрея. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень. Я бы тоже. Угу. Ну, в общем-то, мы на месте. Смотрите. Как видите, вода опустилась и открылось очень много механизмов, скажем так, да? Давай-ка соберем все, что у нас тут имеется. Вот этот вот сундук. Мы сейчас, наверное, откроем. Там что-то нужно сделать чуть выше, погоди. Чтобы это вот колесо начало двигаться. Для этого я забыл, что нужно делать. Охренительно. Так, иди-ка сюда, давай. Ух ты, ёпт. Тихо, аккуратно. Малой. Готов, все. У него просто не было ни единого шанса, ребята. Ни единого. А, теперь здесь. Лутаем сундук. И теперь, теперь, теперь. Погоди. Нужно вот сюда выстрелить. Сейчас, получается, колесо будет ехать, да? И смотрите, мы выстрелим сюда. Ага, поздно, поздно, поздно. Еще раз. Есть. Перепрыгиваем. И первый сундук, в общем-то, мы открыли. Далее, смотрите. Поднимаемся повыше. Поцепи. Тут сундуков просто до одного места. Хорошее место, мне понравилось. Ха-ха-ха. Опять, точно, тоже, точно такая же схема. Теперь, тут вообще по-хитрому. Поднимаем эту штуку. Слева сейчас будет сундук. Мы поднимаем его до самого верха. Останавливаем, обходим с этой стороны и стреляем опять. Подожди, вот нужно вот так. И одним выстрелом два сундука. Опускаем вниз. Первый открываем. Теперь здесь, смотрите. Сюда. У нас тут ледяная печать рум. Ага, хорошо. Хорошо. И... Подожди, как же там? Забыл про нее что-то. Подожди. Блин, ушла. Аккуратно сейчас вот. Да чтоб тебя. Блин, а. Вот здесь, конечно, да. И те твари с одной стороны наступают, и она гасит с другой. Первый готов. Остался еще один. Все. Прекрасно. Просто замечательно. Давай, наверное, подлечимся сначала, да? А потом мне надо будет вспомнить, как открыть сундук, который внизу. Как раз таки в нем находится редкий материал, который, по идее, есть только здесь. Амм... Как-то вот отсюда, по-моему, нужно. Да, вот. Сейчас мы там заберем еще рубленое серебро. Да. И откроем сундук внизу. Открывается он, в принципе, точно так же, как и предыдущий. Ну, не предыдущий, а вот самый первый сундук, который мы открыли. Нужно стрелять по этой смоле, когда... По кристаллу, точнее. Когда он будет проезжать рядом с сундуком. Кстати, рядом где-то находится ворон Одина. Я его слышу, но что-то как-то я его так и не нашел, кстати, в прошлый раз. Вот сюда и вот здесь, смотрите. Да чтоб тебя! Еще раз! Реакция уже не та. Получается, смотрите, это смертоносная рукоятка ярости. По-моему, она хуже, чем то, что у меня есть. Да, она гораздо хуже причем. И вот эта вот штука, смотрите. Первозданная пыль мира, легендарный предмет. Мистический порошок, излучающий таинственную энергию. Используется для улучшения могущественной брони. Встречается только у каменного водопада. Вот про это я говорил. Отец, посмотри наверх! Да я-то посмотри наверх и чё? Вот слышите, здесь явно где-то есть, по-моему, глаз Одина. Короче, ладно. Вы, наверное, спросите меня, что вот там? Ребят, я не знаю, что там делать. Я побеждал там всех врагов. Они, кстати, очень высокого уровня, по-моему, с шестого. И там, короче, прям сильно забафаны. Я их убивал, скидывал их в море. Несколько раз пришлось попробовать, да? Но, что дальше делать, я не знаю. Вот эту вот штуку, вот эту вот штуку, я не могу разблокировать. Колесо не двигается. А там, короче, ворота не открыть пока что. Видимо, нужно вернуться чуть позже. Поплыли, короче, знаете куда сейчас? Заберём вот там вон эту штучку. Как она называется-то? Забыл. Сейчас проверим. Счастливая роса. Удачи плюс два добавляет. Мимир, я видел гробницу с изображением великанча с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видении. Вместо этого Гроа, который никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением её мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил её за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько. Мудрая и могущественная колдунья великанша убита Одином. Он похитил книгу её пророчеств? Гроа, прозванная хранительницей знаний, первая увидела Рагнарёк. Она верила Одину как другу. И зря. Да уж. Подлость? Варварство? Жестокость? Да, это всё Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. Хм, погнали. И вот. Подумай ещё. А, блин, я наверное... А, ну мы потом отправимся и он договорит, ребят. Тут обычно так происходит. Короче, это мы открываем. Тут я тоже был. И вот здесь нужно сделать ещё вот так, смотрите. Угу. Бросаем топор. Отпускаем цепь. Короче, мы здесь не пройдём. Нужно идти именно с этой стороны. Вы сейчас поймёте, где мы находимся, ребята? Мы здесь уже были. Сейчас увидите и поймёте. Просто вода опустилась и кое-что изменилось. Эм, так, налево можно сходить, да? Но... Погоди, постой. Чё-то я слегка уже подзабыл. Нет, здесь... А, стоп-стоп-стоп. Вспомнил. Забираем. Рубленное серебро же, да? Да-да-да-да-да. Потом вот здесь давай наверх. И вот, смотрите, ещё. Да штоп тебя. Смотрите внимательно. Эльф. У многих, наверное, вопрос, чё они здесь забыли. Скоро узнаете. Давай-ка, наверное, вот отсюда и вот так. Здесь нужно найти... Сейчас будет три руны. Я вот только не помню, нашёл я их или нет. По-моему, я их так и не нашёл, кстати. Тут как-то всё по-хитрому сделано. Видимо, нужно сначала найти что-то, с помощью чего я могу взаимодействовать с этими шарами. Погоди. Вот опять же, я слышу звук. А, всё понял. Подожди. Спустимся сейчас мы, наверное... Подожди. Нет, не отсюда. Отсюда мы не спустимся. Здесь можно только подняться и забрать ништяки. Давайте сначала так и сделаем. Нет. Давай сюда. Вот. Поняли, где мы, да? Помните великаны? И там рядом с ним был клад. И вот там мы ещё забрали тайнопись очередную. Теперь тут. Здесь можно скинуть цепь. Пока подожди. Пока я не буду спускаться сюда. Пошли заберём там очередной сундук. Точнее, облутаем, да? Серебро и чешуйка мирового змея. Пригодится. Спускаться, опять же, пока что не будем. Сюда нам ещё рано. Мы вернёмся. Чуть позже. Сначала облутаем то место. Далее. Что мы делаем далее с вами? Погоди, постой. Нам надо спускаться, по идее, вот здесь. Потом налево. И вот так делаем. Теперь у нас есть срезик. Потом. Давай сюда откроем здесь очередной срез. Зайдём сейчас с другой стороны. Поняли, да? Чё происходит? Один готов. Вот чёрт. Аккуратно. У него, короче, муссет, как и у босса. Помните, с которым мы столкнулись? Королём. Эльфов. Тёмных. Готов. Чёрт. Аккуратно. Где он? Чёрт. Держись, держись, держись. Вот сейчас надо быть аккуратным. Аккуратно. Вон там аптечка. Пошли, заберём. Огонь слева. Кстати, против них же свет неплохо заходит, правильно? Аккуратно. 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 Вот так вот хорошо. Вот так вот хорошо. Не сбавляем темп. Чёрт. Аккуратно. Прямо сейчас аккуратно. У меня, по-моему, камня нет. Камня нет, ребят. Бля-ть. Брат, вставай, брат. И камня не было. Ну, вы представляете. Давайте очередной дубль, ребята. Готов один? Да чтоб тебя. Отходим, отходим, отходим. Готов. Осторожно, сзади. Малой. Давай, отойдём. И вот так. Где он сзади? Сзади, понял. Да чтоб тебя. Понял. Да что такое, блин? Чё-то растерялся слегка. Давай, давай, давай. Аккуратненько. Вот сейчас у него мало здоровья осталось. Да что такое, ты сдохнешь или нет, сукин-то сын? Аккуратненько. Исцели себя. Малой, добивай его, давай. Есть, всё, готов. Ух. Ну, в этот раз да, я быстрее с ним разобрался гораздо. бестиарь обновлен прочитаем властитель темных эльфов более крупных сильных и быстрых темных эльфов мы до сих пор не встречали их атаки столь сильны что могут ненадолго ослеплять оглушать они сажаются точно так же как и их сородичи на намного яростнее хорошо теперь смотрите нам нужно по идее обойти с другой стороны вот раньше здесь была вода помните да о о понятно аккуратно наверное но не факт аккуратно учатол на не облажаться один готов остался еще один тихо ну где же ты давай покажись 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 выходи выходи да что такое как же вы мне сука дороги блин а а а а а Ну, наконец-таки. И не прошло и пяти лет. Как же они меня вымораживают. Просто вы себе не представляете. Смотри, у нас получается вот здесь вот, да, есть ворота. Но они не открываются пока что. Пока что они не открываются. Как их открыть, я пока не знаю. Вот здесь вот мы, да, всю фигню открыли. И здесь, что самое забавное, нет нифига, да? Или есть? Подожди, есть что-то? Ага. Здесь у нас рубленое серебро. И больше ничего. Что это такое, как с этим взаимодействовать, я не знаю, ребята. Пока что не знаю. Дальше. Тут у нас есть вон еще, по-моему, серебришка, да? Угу. Потом там был великан. Вот здесь у нас что? Вот, да, очередной сундук. Ну и пока что здесь все. А теперь давайте уже напоследок я вам все-таки покажу тот мир огненный, да? Но что в нем, вы узнаете уже в следующей части, ребята. Давайте, как буду на месте, я включусь. Опять же, видите, да, печати нигде не было. По крайней мере, я их не видел. Ни одну. Нимир, а можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяцци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто асом стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд, ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Ммм, печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются. Получается, ее отец Тьяци умел принимать облик любого существа. Завистливый Один обманом заставил Скади охотиться на орла, в которого превратилась Тьяци. Она все еще где-то здесь, под замерзшими горами? Вот мы и на месте, фактически, да? Осталось только добежать до рунного этого зала, как он там называется. Ну, вы поняли, да? И все. Можно вставлять руну и перемещаться в другой мир. Он небольшой, но порвали меня там знатно, скажем так. Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах, а не к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять? Таращатся рты, разину. Угу. Заработал. Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Давайте улучшим, ребята. Пригодится, пригодится. Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Теперь еще нужно купить камни воскрешения, превосходный камень. Очень пригодится, поверьте. Зачем, конечно, узнаете, не сейчас. И еще, смотрите. И вот еще. И вот то прекрасное древо. Осталось только переместиться и все. Нам нужно вот сюда. Муспельхейм. А как началась эта история с Бальтером? Он постучался в дверь. Бальтер из Асгорода просто постучался? Да. Он пришел и устроил драку. Сказал, что хочет что-то узнать. Сказал, я знаю, кто ты. А, ну ладно, к этому еще вернемся. А что именно он от вас хотел? Я сразу спрятался. Он заявил, что мне самому все известно. Вероятно, спутал меня с кем-то. Очень любопытно. Мимир помогает нам узнать, зачем Асбалдур явился к нашему порогу. Я знаю, кто вы. Вы знаете, чего я хочу. И кем же он нас считает? Ну что ж, мы на месте. Пойдемте откроем двери. Ого, тут жарко. Но это что, снег? Пепел. Такое бывает от больших пожаров. Весь этот мир – великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей. Крайности со временем умеряются. Огонь прогорает. Люди сидеют и стареют. Отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, я с нами, Мимир. Ладно, ребят, на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх. Если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал. На Google Plus и Twitter. Там все информации и новости канала. Подписывайтесь также на Twitch. Там проходят трансляции. На дополнительный канал. Там выкладываются записи трансляций, если вы пропустили. А на сегодня все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!